Привет, Страж! Это канал Трипл Вайп, и сегодня мы обсудим свежий выпуск статьи на этой неделе в Банже, в котором разработчики рассказали много интересных деталей о грядущем патче 1.2.3. Итак, патч выйдет 17 июля, а на графике из статьи мы, кроме него, можем видеть полное расписание событий на июль. В начале июля разработчики пообещали обновить этот план, так что, возможно, появятся некоторые изменения. Итак, первая порция новостей касается Гарнила. В режимах плейлиста быстрой игры теперь предстоит сражаться 6 на 6, а режим превосходства удален из списка игр. Режим же «Стычка» станет постоянным плейлистом. Превосходство будет добавлено в еженедельный плейлист, то есть появляться в какие-то недели на ограниченное время. Количество игроков в команде для этого режима будет увеличено до 6, а количество очков, необходимых для победы, до 150. Наконец-то ранг доблести можно будет заработать не только в плейлистах состязательных матчей, но и в лаборатории Гарнила, Железном Знамени, Испытаниях 9. Это напрашивалось сразу. Хорошо, что изменения добавили так скоро и не пришлось ждать еще кучу месяцев. А теперь вообще невероятные новости. Наконец-то, если вы присоединились к уже начавшемуся матчу, ваша серия побед будет защищена. Если вы проиграете, это никак не повлияет на вашу серию побед, а если вы играете, серия пополнится еще одной победой. В плейлистах ранга славы игроки будут подбираться в зависимости от ранга, это значит, что у ваших противников будет такой же ранг, как у вас. Ну или примерно такой же. А чем выше ранг, тем, соответственно, противник будет сильней. Это тоже довольно приятное и нужное изменение, однако, видимо, даже это не все. Разработчики уточнили, что об остальных изменениях, которые ждут Гарнила Destiny 2 в июле, расскажут чуть позже в отдельной статье. Но Гарнила не единственный режим, которому уделено большое внимание в статье. Мы наконец-то получим рейд Логово Пожиратель Миров и Звездный Шпиль на уровне Престиж. Вместе с обновлением 1.2.3 будут запущены престижные версии Пожирателя Миров и Звездного Шпиля. В престижных рейдах Логово будут использоваться новые модификаторы и новая система обязательного снаряжения, которые будут обновляться каждую неделю и добавят рейдам остроты. Изменений механика тапов не будет, будут специальные задания по используемому оружию. По словам разработчиков, снаряжение в рейде не будет заблокировано, вы можете перенести с собой несколько пушек и менять их во время игры, если они соответствуют условиям рейда. Например, если вы собрались пройти Звездный Шпиль с обязательным набором снаряжения автомат, пистолет-пулемет и снайперская винтовка, вы можете использовать автомат Сурос режим на первом этапе сражения с Валом Коуором и сменить его на Призрачный Примас на втором, чтобы экипировать Дарси в ячейку силового оружия. Но что мы получим? О, это самое интересное. Сражаться в рейдах-логовах предстоит за три типа наград. Оружие с уровнем силы 400 единиц. Единственный способ, которым можно будет получить броню с уровнем силы 400 единиц до выхода отвергнутых, это участие в мероприятии солнцестояния героев. А вот единственный способ заработать оружие с уровнем силы 400 до выхода DLC, это прохождение Звездного Шпиля и Пожирателя Миров на уровне сложностей Престиж. Каждый раз, когда вы завершаете все этапы в престижном рейде логове текущей недели, вы получаете рейдовое оружие с уровнем силы 400. При этом вам может выпасть любое рейдовое оружие из Destiny 2, а не только то оружие, которое выпадает именно на этом рейде логове. Еще одной наградой станет рейдовое украшение для брони. В каждом престижном рейде логове можно заработать уникальный набор украшений для брони. А еще катализатор экзотического абсолюта. В каждом логове есть какой-то катализатор для экзота, который будет выпадать довольно редко. Таким образом мы сможем подготовить своих персонажей к релизу отвергнутых, а кап лайта по сути будет поднят на несколько единиц еще до сентября. Каждую неделю вам будет предлагаться набор обязательного снаряжения и один модификатор для звездного шпиля и пожирателя миров. Набор снаряжения и модификатор будут одинаковым для обоих рейдов. Наборы снаряжения будут ограничивать оружие по типам. Вы можете увидеть такие комбинации, как автомат, ПП, снайперская винтовка или винтовка разведчика, револьвер, ракетная установка. В день запуска престижных рейдов, 17 июля, модификаторов будет три. Два из них совершенно новые, какие пока не раскрываются, а третий, призма, уже успел полюбиться игрокам Destiny 2. Каждый из модификаторов призван дать игрокам определенные преимущества перед врагами. Тут еще стоит отметить важный момент, доступны будут все логова сразу. Так что если вы хотите пройти каждый престижный рейд всеми персонажами за одну неделю, мне бы столько свободного времени, чтобы получить какой-то катализатор, вы можете это сделать. Интересно, что в рейде мы получим только оружие до 400 уровня силы, а вот за броней нам нужно будет участвовать в новом ивенте сонсостояние героев. О нем мы поговорим подробнее чуть позже, но пока что игроки уже строят теории, что это мероприятие будет связано с Калусом, рейдом и наградами от нашего большого друга. Посмотрим. По-моему это было бы логично и интересно перед новым DLC завершить историю Калуса и перейти в новую веху истории. Оставайтесь на связи, чтобы ничего не пропустить, подпишитесь на канал, ставьте лайк, ну а я пока прощаюсь. Счастливо!